Десна ТВ Новости 5 декабря отмечается Международный день волонтёра. Мероприятие отметили и в Десногорске. Один из самых ярких примеров – это всероссийская акция «Мы вместе», в рамках которой весной была оказана адресная помощь людям 65+, в количестве 300 человек. 4 декабря прошло заседание депутатов Десногорского городского совета. Из ряда вопросов 18-й сессии дискуссию вызвала тема публичных слушаний проекта бюджета Десногорска на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Проект бюджета Десногорска остаётся документом, требующим значительной огласки. В прошлом году его слушания прошли в Центре культуры и молодёжной политики. Тогда участие в них приняли более 120 человек. Однако, с учётом особой эпидемиологической обстановки, подобные массовые мероприятия сегодня едва ли возможны. «Были обсуждения, были предложения, но всё-таки хотелось бы учесть, что организаторы должны учитывать указ губернатора». Одним из возможных мест проведения публичных слушаний был выбран кабинет в здании администрации. Его вместимость, с учётом соблюдения санитарных мер, позволит избежать массового скопления людей. «Кто хочет сюда прийти, реально прийти и выступить по этому бюджету, соблюдение всех противоэкидемических мер, маски, перчатки, измерение температуры, мы этим людям вот здесь, соблюдение всей дистанции, место предоставим». Также во избежание скопления людей глава Десногорска напомнил о возможности участия в слушаниях дистанционно. «Те граждане, которые желают и не смогут попасть, они могут направить как путём подачи через электрон. Мы можем подключить через систему Zoom или Skype, для того, чтобы люди могли дистанционно наблюдать то, что происходит в здании, ну, в 35 кабинете». С учётом этого депутатами было принято решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета Десногорска 14 декабря в 17.30 в здании администрации, кабинет 325. Обращения граждан принимаются в 301 кабинете с 9 по 13 декабря включительно. Понятие «доброволец» в России стало синонимом проявления высшего чувства патриотизма. Значимость добровольческого движения особенно заметна в нынешний год пандемии. Руками добровольца в 2020 году было сделано немало добрых дел. Итоги некоторых из них подвели 5 декабря. С 2017 года 5 декабря стало официальным днём добровольца. Праздник учреждён указом президента России. И этим фактом подчёркнуто особое отношение в стране к волонтёрскому движению, которое действует и в Десногорске. И 2020 год, год пандемии, стал проверкой на прочность волонтёров Атомграда, которые всё же смогли реализовать множество проектов. Один из самых ярких примеров – это всероссийская акция «Мы вместе», в рамках которой весной была оказана адресная помощь людям 65+, в количестве 300 человек. Всего же было проведено 93 мероприятия, в том числе два собственных проекта. Волонтёры города смогли достойно проявить себя в непростых условиях нынешнего года, за что были поощрены благодарственными письмами от волонтёрского штаба 5 декабря в Центре культуры и молодёжной политики. Благодарностью отмечены более 10 человек – сотрудников организаций, школьников, серебряных волонтёров. А более 25 человек получили волонтёрскую книжку. Подводя итоги этого года, к волонтёрскому движению Десногорска присоединились 77 человек. Итого, как минимум 283 человека в Десногорске точно готовы делать добрые дела не на словах, а на деле. Добровольцам нельзя стать на бумаге. Только в реале – это дела и поступки. Творите добро! Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 8 декабря в Десногорске солнечно, днём минус 4, ночью минус 9. На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь с компанией Десна-ТВ. Всего доброго!